Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! У нас ночь прошла спокойно, были какие-то сирены, но я повторюсь, мы никуда не ходим, потому что дети у меня тяжело эмоционально, да, психологически выдерживают замкнутое пространство, без окон, ну, свет есть, но сам факт, без окон, да, с этим воздухом тяжелым, то есть они находиться там не могут, поэтому мы никуда не ходим. Я уже продумала дома, где в случае чего мы можем укрыться, ну, вот такая вот ситуация. По поводу того, что кто-то снимает на меня там какие-то ролики, ребята, вы знаете, в этой ситуации мне абсолютно фиолетово, я даже не пойду ничего смотреть, кто там вяжет, кто там мастерит, мне абсолютно плевать. Я скажу так, как вижу эту ситуацию на данный момент я, то есть мне постоянно задают вопросы, да, по поводу того, что пишут, рассказывают, объясняют, что это военная операция, что это не война. Ребят, ну, никто из граждан Украины не считает, что это военная операция. Все это считают полномасштабной войной. Я вам хочу сказать следующее, что многие пишут, что Путин освободитель, вы спросите у мирного населения, его никто не считает освободителем, и это тоже правда. Вы можете меня воспринимать, не воспринимать, вы можете отписываться, это ваше личное право, да, то есть кого смотреть и кого слушать. Я вам расскажу просто, да, вот состояние людей. Чем больше дней люди бегают по убежищам, это миллионы людей, это миллионы детей на руках, тем больше у людей начинается ненависть, начинается агрессия. И причем люди понимают, что очень много россиян тоже понимают, что происходит, потому что, к сожалению, гибнут все. Гибнут люди с одной стороны военные, с другой стороны военные гибнут. Гибнет мирное население, люди умирают. Почему? Потому что, ребята, когда война, не может быть это без потерь. И пока люди раззадорены вот этим духом, пока люди за вот эту войну, они не понимают, что гибнут не только наши люди, но гибнут и российские солдаты. И это ужасно, когда вот такая происходит трагическая ситуация. Это трагическая, это та ситуация, которую надо оплакивать. Это действительно тот ужас, который происходит. Я вам расскажу по себе, да, как я вижу, общаюсь с людьми, слушаю настроение людей. Чем больше дней проходит, тем тяжелее становится вот это вот состояние. Состояние нервоза, состояние паники, потому что люди, я молчу за то, что не могут жить своей жизнью. Люди боятся за своих детей. Люди не понимают, да, что делать дальше и что будет дальше. Самое страшное, когда ты не можешь плюс-минус предвидеть, что будет дальше. По поводу того, что нас идут освобождать. Ребята, никто в Украине, среди мирного населения, не воспринимает это как освобождение. Это воспринимают как войну. И это тоже чистая правда. Люди не хотят такого освобождения, когда бомбят города и гибнет, и умирают люди, да, мирное население. Я вам скажу так, да, я помню прекрасно 2014 год, когда начался этот Евромайдан. Меня не было на этом Евромайдане. И я уже до этого говорила, я лично голосовала за Януковича, и я была за него. В тот момент у меня как раз таки начиналось развитие бизнеса, все было хорошо, то есть приемлемые налоги. Я не была против Януковича. Мне при нем хорошо жилось. И это тоже факт. Я не была на Майдане. То есть вот этого переворота я не хотела. Скажу больше, я не являюсь избирателем Порошенко и тем более Турчинова, да, когда вот это все началось. Я не голосовала принципиально не за Порошенко, не голосовала не за Януковича, не за Турчинова. Это была моя позиция. Я проголосовала за Зеленского. И это тоже правда. Когда 2014 год, когда захватили Донецкий и Луганский вот эти вот администрации и тому подобное, я прекрасно помню, как объявили антитеррористическую операцию. Я прекрасно помню, как нам говорили по радио, да, что это люди в Донецкий и Луганский, то есть мирное население выезжало, остались те, которые хотят присоединения к России. И это те люди, которые хотят, да, именно чтобы их Россия спасла, хотят русский мир. Я прекрасно помню, что нам говорили. При этом, при всем, все равно мы старались собирать гуманитарку. Когда пришел к власти Порошенко, ну вы сами представляете, ребята, что такое жить в воюющей стране. Это налоги, которые выросли в три раза, это цены, которые выросли в три раза. Я прекрасно помню, как мои продуктовые магазины торговали подсолнечным маслом, цена которого была 10 гривен. Я прекрасно помню то время. И прекрасно помню, когда мне поставщики говорили, что скоро бутылка этого масла будет 30 гривен стоить. И я смеялась. Я реально просто смеялась. Я не верила, что такая цена объективно может быть на бутылку подсолнечного масла, которую мы сами производим. Но потом это произошло. То есть я в это отказывалась верить, и я считала, что это какой-то блеф и шутка. И я вам хочу сказать одно, что нам тоже было нелегко, потому что нас зажали налогами. У нас поднялась коммуналка, и она поднялась серьезно и капитально. Но люди с Украины не дадут мне соврать, как нам жилось. Цены росли на дрожжах. Зарплату никто особо нам не поднимал. Многие люди поехали в Европу на заработки, потому что здесь стало тяжело выживать. Доллар поднялся с оценки 8, тогда, по-моему, то ли на 28, то ли на 32. За евро я не помню, я особо евро никогда не интересовалась. И вот это та суровая реальность, которую мы получили. Я хочу сказать следующее. Ребята, по поводу того, что мы не переживали за Донецк и за Луганск, мы переживали. Но мы понимали, что так как нам, допустим, показывало телевидение, как мы смотрели, допустим, выступления того же Порошенко, мы смотрели выступления, когда у них там шли баттлы вот эти с Зеленским, как преподносил Порошенко, люди не хотят возвращаться в Украину, они хотят присоединения к России. И это тоже правда. Я не буду вам врать, я не буду изворачиваться, я вам буду говорить факты, которые есть. Мы не звали лично к себе, да, то есть нам объясняли, что Донецк и Луганск, он зовет русский мир. Мы его к себе не звали. Ребята, я никогда в жизни не хотела присоединения Украины к России. Вот реально не хотела. Я не хотела в Россию, хотя у меня там есть родственники. Не потому что я не люблю россиян, не потому что я не люблю Россию, но у меня есть своя родина, у меня есть свой дом. Но не хотела я этого, и это тоже факт. Вот так вот нам это все преподносилось. То, что происходит сейчас, мирное население на самом деле никто не спрашивает, да. Я понимаю, ребята, да, по-человечески, я понимаю людей, которые 8 лет прожили в этом аду. Я искренне им сочувствую. Я переживаю за них, потому что сейчас страдают и они. Я переживаю за всю Украину. Я переживаю за солдат с одной и с другой стороны. Потому что это трагично, это ужасно, что в 21 веке вот таким способом добивается мир. Что люди не пытаются договориться, да, так как нам дан язык, а люди разрушают. Люди воюют и убивают друг друга. И вот этот мир, который будет подпитан таким количеством крови, таким количеством смертей, не принесет радости никому. Потому что будет вот это невосполнимое ощущение потери, невосполнимое ощущение трагедии. И вы знаете, когда понимаешь, сколько сейчас людей страдает, да, это вот действительно какой-то вот комок горя. Потому что с одной стороны люди гибнут, с двух сторон гибнут, но я имею в виду с одной стороны ситуации, да, люди гибнут, а с другой стороны люди боятся. И вот это все подпитано вот этой энергетикой. Я вам рассказала правду, как она есть по поводу Донецка, по поводу Луганска. Мы не оставались, ребят, халатны. То, что вы считаете, что мы собирали гуманитарку и этого было мало. Ребята, у нас на руках были тоже дети, у нас на руках были тоже родители. И чем могли, мы помогали. В Украине тоже сейчас очень много беженцев с Донецкой и Луганской, которые уже обустроились, которые уже живут здесь, да, вот там, я не знаю, в Днепре, в Одессе, неважно. И люди уже как-то вот привыкли на новом месте. И вы поймите правильно, мы не враги, мы не хотим ваших смертей, мы не хотим, да, чтобы вот это все происходило. Я вам объясняю, что происходит сейчас у нас. Многие считают, что мирное население находится в каком-то, да, там сейчас неадекватном состоянии и тому подобное. Нет, ребят, сейчас наши люди защищают свои дома, защищают своих детей. То есть представьте на секундочку, да, когда ты понимаешь, солдаты гибнут с двух сторон. Но у российских солдат нет угрозы семьи, нет угрозы детей. А здесь даже вот территориальная оборона, те люди, да, которые сами выходят, гражданские лица, мирное население, у них нет в руках оружия. Но я вам объясняю, что происходит. Они понимают, что в этот момент в подвалах сидят их дети. Они не понимают, чем это кончится. Потому что все равно продолжаются обстрелы. Почему? Потому что все равно летят снаряды. И все равно вы прекрасно должны понять и осознать, что не может в этой ситуации не страдать мирное население. Не могут не гибнуть люди, не могут не умирать. И это тоже, ребята, факт. Это та реальность, которую я хочу, чтобы вы услышали. Это то, что действительно происходит. Я не знаю, какая у вас будет реакция. Вот реально я не знаю, какая у вас будет реакция на этот ролик, но это правда. Я вам объясняю, что мирное население Украины сейчас со своей армией, мирное население Украины сейчас не хотят впускать российские войска только из-за того, что у мирного населения дети на руках, женщины на руках, матери на руках. И они пытаются защититься. Мы не нападаем, мы хотим защититься. Почему? Потому что то, что сейчас творится, ребята, это просто умирают люди. Идут обстрелы. Вы представляете, миллионы людей, да, вот в Днепре, повторюсь, все спокойно, но миллионы людей, я общаюсь с людьми, находятся в этом состоянии непонимания и страха. Страха за своих детей, страха за завтрашний день. Со мной сегодня связались с Мариуполя, там идут колоссальные обстрелы, там просто уже полигон. Люди не знают, куда прятаться, некуда прятаться. Начинается продуктовая катастрофа. Почему? Потому что многие города, которые сейчас под обстрелом, они отрезаны. Некогда ставить еду, некогда ставить людям в воду. И вот это то, что происходит сейчас. И поэтому вы должны здраво понять, что никто не будет аплодировать Путину. Никто не будет, я скажу мягко, да, чтобы не нагнетать, ну, его не любят. Это я скажу мягко. И даже мягко будет сказано, его ненавидят. И это тоже правда. Люди понимают, что... Я общалась вчера с многими своими друзьями, да, сегодня общаюсь со своими друзьями. Люди понимают, что россияне — это мирное население. Но о Путине совершенно другое мнение у людей. Люди его считают агрессором, люди его считают тираном, люди его считают тем человеком, который сейчас не считается с мирным населением, которое происходит. Сейчас, да, мы еще со вчера видели все обращения, я не помню какого, Министерства России, там, где сказали, что люди, будьте готовы, будут обстреливать СБУ по Украине. И вот я вам скажу, все СБУ находятся в жилых массивах, причем вообще некоторые даже находятся среди жилых домов. Представьте, на секундочку, есть отдельно стоящее здание, но которое тоже находится в жилых кварталах, в центре города, там, где рядом жилые дома. И как вы думаете, люди будут реагировать на подобный мир? Как вы думаете, люди будут реагировать на вот эту фразу «мы идем вас спасать»? Люди не видят этого спасения, люди видят разрушение и смерти, и причем понимают, что смерти с двух сторон, и не понимают за что, и не понимают почему. И я вам рассказываю то настроение людей, которое есть на данный момент. Люди за то, чтобы договаривались. Ребята, я не знаю, как достучаться до политиков, что нам нужны переговоры, нам нужен мир, нам не нужна ненависть друг к другу. Вы поймите, да, вот сейчас, я понимаю, что вот мне писали комментарии по поводу того, что вот вы пытаетесь поддержать украинских матерей, украинских людей, да, а идет в ответ агрессия. Ребята, это агрессия от страха. Это действительно агрессия от страха, потому что с каждым днем людям тяжелее и тяжелее справляться с собой. Эта агрессия идет не потому, что вас сейчас, да, ненавидят. Люди просто себя уже не контролируют, люди боятся за своих детей. Многие не могут выехать и даже не понимают, куда на Украину можно поехать, где будет безопасно, и где можно, да, вот это время с детьми на руках переждать. Поэтому многие даже никуда не едут. Мне предложили лично повывозить детей в Польшу, повывозить детей в Италию. У меня есть приятельница, да, хороший очень человек, она мне предложила детей передать, она тоже блогер, передать ей в Италию. И вот я общалась с другими друзьями, там тоже есть вариант еще их в Испанию отправить. Но вопрос в другом, что вот, например, Днепр, он в принципе взят в кольцо, и даже при желании вывезти детей это сделать невозможно. А многие города точно так же отрезаны, и нет зеленых коридоров, как могут покинуть город мирные люди. И вот об этом и идет речь. И чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет состояние вот этой паники и животного страха. И, ребята, люди, да, с Украины не ненавидят вас, они ненавидят то, что сейчас происходит. Они ненавидят, да, вот это вот якобы освобождение. Нас от какой-то там опухоли вскрыть надрыв, убрать фашистов, нацистов. Почему? Потому что мы этого не видим. У нас есть очень много, живут россиян, которые живут очень давно в Украине, и они не дадут соврать. Они тоже не видят этого фашизма и не видят, прошу прощения, заболела, и не видят этого нацизма. И я вам хочу сказать так, да, я вам рассказала, как все это происходило с Донецком и Луганском, и какую информацию получали мы. На данный момент Зеленский не так давно у власти. И тут вся надежда на то, что они сядут за стол переговоров с Путиным и договорятся. Потому что я прочитала, посмотрите, допустим, да, независимые источники. Я почитала, с чего начинался ДНР, ЛНР. Я все это прочитала, это все в свободном доступе. Потому что так, как у нас написано, Порошенко давал им особый статус. То есть были вот эти вот подписи этого особого статуса, особого положения. Это все было. Почему это все столько времени продолжается, ребята, я не знаю. Я не политик. Но в любом случае это нужно останавливать. Я хочу сказать украинским женщинам, девочки, держитесь. Все пройдет, пройдет и это. Однозначно все кончится. Не поддавайтесь панике, не поддавайтесь агрессии, не поддавайтесь ненависти. Сейте добро. Не поддавайтесь тому, чтобы ненависть взяла верх над вами. Чтобы агрессия и страх взял верх над вами. Оставьте холодный разум. Он сейчас просто катастрофически всем нам необходим. Давайте не будем обвинять друг друга. Ребята, вот это то, что я хотела сказать. Я не знаю, будут сегодня ролики или нет. Я всех благодарю. Ну вот так вот. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok